Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Ее тема мы обозначили так – вспышка COVID-19 в Татарстане, последний аккорд с вопросительным знаком. И в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, профессор кафедры генетики, директор научно-клинического центра Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Анатольевич Резванов. Добрый день, Альберт Анатольевич! Здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть в нашей студии. И вопрос у меня первый такой. Точнее, заход. Последние дни в Татарстане характеризуются высоким уровнем заболеваний, видимо, в России. Заболеванием COVID-19 только официальная статистика говорит об ежедневных цифрах, превышающих тысячи человек заболевших в республике. Есть заболевшие среди студентов, среди сотрудников университетов, включая нашу телекомпанию, кстати. И ваша оценка, что происходит? Ну, это было ожидаемо. Мы еще в августе говорили, что в начале осени будет вспышка. Здесь несколько факторов. Ну, во-первых, это то, что сейчас циркулирует очередной заразный штамм коронавируса, омикрон. Во-вторых, это сезонный подъем заболеваемости. Все-таки осень – это сезонные простудные заболевания. Связано с тем, что люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, студенты идут в вузы. И это все повышает плотность контактов, общения между людьми. И это все способствует распространению вируса. Не только коронавируса, в принципе, и любых респираторных заболеваний. Но так как у нас сейчас особенно бушует коронавирус, то мы получили ожидаемый подъем и коронавирусной инфекции. Ну, и кроме того, все-таки с момента начала вакцинации, ну, пандемии и вакцинации прошло достаточно много времени. И люди достаточно пассивно сейчас ревакцинируются. То есть тот иммунитет, который сформировался в результате перенесенной болезни или в результате вакцинации более года тому назад, он, к сожалению, ослабевает, защита ослабевает. А вирус, наоборот, учится обходить эту иммунную защиту. И вот эти все факторы, в общем-то, и привели к такому идеальному шторму, к очередной волне COVID-19. В начале COVID-19 истории, два года назад, уже два с половиной года назад практически, мы были здесь, в этой же студии, мы с вами разговаривали. Тогда COVID-19 косил, был действительно смертельным заболеванием, и косил очень много людей. И тогда вы сделали прогноз, что со временем вот именно летальная способность этого вируса ослабнет. То есть следующие штаммы будут все менее-менее-менее убийственные, зато все более заразные. Ваш прогноз сбылся? Новый штамп, который сейчас гуляет, он такой, облегченный? Да, действительно. Но это не только мой прогноз. Это, в принципе, большинство ученых, вирусологов, эпидемиологов сходились в этом мнении. Потому что, в принципе, вирусу невыгодно убивать своего хозяина. Если он убивает его или нам тяжело поражает, значит, этот человек не будет ходить, не будет распространять вирус. Ну и, соответственно, любые новые штаммы, которые появляются, они происходят своего рода в селекции, естественный отбор. И выживают, в первую очередь, те штаммы, которые хорошо распространяются. Просто потому что они как-то более конкурентоспособны, чем другие штаммы, которые менее заразны. И в результате действительно произошло, в конце концов, сейчас доминирует именно тот штамм, который, к счастью, менее патогенен. То есть приводит к менее тяжелому течению заболеваний и в разы более заразный, чем первоначальные исходные штаммы COVID-19. Хотя здесь не совсем прямая идет наследственность, родословная, скажем так. То есть омикрон, он не произошел от дельты, который был до этого. Он произошел, это как-то дальний родственник. Как он произошел сейчас, ученые все еще спорят. Но это как-то двоюродный, условно говоря, брат дельты. И именно вот эта вот дальность родства, в общем-то, и помогла с тем, что он менее заразен. То есть у него совершенно другой набор мутаций, которые как раз и... То есть мутации у дельты позволяли дельте эффективно поражать легкие и приводить к тяжелому течению заболевания. Омикрон, дальний родственник, у него таких мутаций не было изначально. Но были мутации, которые повысили его заразность, то есть скорость передачи от человека к человеку. И, естественно, мутации, которые изменили его поверхностную структуру так, что иммунитет стал хуже его узнавать. Соответственно, вакцины или перенесенные заболевания стали хуже защищать людей от заболеваний омикрона. Другими словами, тот коллективный иммунитет через вакцинацию, о котором так много говорили, он сейчас, в общем-то, не очень востребован. Потому что, я так понимаю, новый штамп и старые вакцины, они уже не так хорошо, что называется, не дружат друг с другом. Ну, я бы не сказал, что вакцины бесполезны, они защищают от тяжелого течения заболевания. Ну, если вот будем потом говорить про назальную вакцину, я расскажу чуть больше про иммунитет, как он работает в целом. Но существующие вакцины, они неплохо защищают легкие, защищают от тяжелого течения заболевания. Но хуже защищают верхние дыхательные пути от самого заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому, безусловно, среди вакцинированных гораздо-гораздо меньше людей, которые болеют с тяжелой формой. И говорить о том, что вакцинация или коллективный иммунитет сейчас стали неактуальны, я бы не стал. Они все еще актуальны. Другое дело, что действительно, так же, как с вакцинами от гриппа, каждый год у нас новые вакцины. Потому что врачи и ученые предсказывают, какие штаммы будут циркулировать. И создаются новые, так называемые, мультивалентные вакцины. То есть, вот вакцина сразу от трех или четырех штаммов. Сейчас в мире, в принципе, уже ведутся активно работы. И уже в некоторых странах зарегистрированы вакцины, которые защищают сразу от двух или более штаммов коронавируса. И я думаю, что рано или поздно мы тоже к этому придем. Такие разработки в том же центре Гамалея, производители спутника, разработчиками спутника, уже созданы. Дело только за тем, чтобы внедрить это, скажем так, в производство, зарегистрировать их. И я думаю, что уже со следующего сезона, так же, как от гриппа, у нас будут вакцины, которые будут защищать сразу от нескольких штаммов коронавируса. Наш разговор, который случился два года назад, когда все это начиналось, тогда вы сделали прогноз, я подозреваю не только вы, что со временем COVID-19 превратится в одну из разновидностей ОРЗ. Это случилось? Можно сказать, что COVID-19 превращается в одну из разновидностей ОРЗ? Ну, то, к чему мы, в общем-то, не боимся. Да, постепенно это происходит, потому что вот тяжесть снизилась при омикроне. Но я бы все равно не относился легко к COVID-19, ну и вообще к любым респираторным заболеваниям. Потому что, ну вот анекдот есть такой, конечно, черный анекдот. Вот там встречаются два друга и говорят, знаешь, там Иван Иванович умер. Да что ты говоришь, от COVID-19 нет, от гриппа. А, ну это не страшно. Ну, понимаете, как бы человек как бы смертен. Как бы и любая смерть – это трагедия от COVID-19 или от другого заболевания. И на данный момент COVID все еще остается достаточно серьезным заболеванием, особенно для людей с ослабленным здоровьем, то есть с хроническими заболеваниями старшего поколения. Поэтому я бы не относился к нему сейчас легкомысленно. Хочу вас спросить как вирусолога, как специалиста в этой сфере. Вот смотрите, тенденция, понятно, вирус мутирует, вирус становится более заразным, менее летальным. Может ли случиться такая, ну, ужасная мутация, когда он восстановит свои летальные функции и сохранит заразность вот нынешнюю, может даже усилит? Очень хороший вопрос. Это действительно та опасность, с которой мы можем столкнуться. Как я уже сказал, Дельта и Омикрон – это дальние родственники. Дельта хорошо поражал легкие, но был чуть менее заразен, хотя все равно очень заразный. А Омикрон очень заразный, но, к счастью, хуже поражает легкие. Так вот, в принципе, в Индии уже нашли штамм омикрона, который приобрел мутацию Дельты, способную поражать легкие. Но, к счастью, она не нашла широкого распространения. И более того, есть исследования, опубликованные, в которых ученые показали, что именно такая мутация Дельты в Омикроне привела к тому, что вирус приобрел способность поражать легкие у лабораторных животных специальных, которые используют для тестирования различных штаммов коронавируса. То есть такая возможность есть, и это еще один повод, почему вакцинация и ревакцинация должна продолжаться. Потому что мы никогда не знаем, когда может появиться новый штамм, своего рода Дельтакрон. Многие говорили Дельтакрон. Дельтакрон – это как раз гибрид Дельты и Омикрона. Но это не обязательно должен быть гибрид, но действительно Омикрон может приобрести и способность поражать опять легкие. И это может, безусловно, стать большой проблемой. – Вы наверняка просматриваете международную литературу, посвященную научную литературу, посвященную этому вирусу ковиду, его модификациям. Что-то еще интересного из того, что вы последнего увидели, услышали, заметили, есть в этой теме? Что вас так заинтересовало или потрясло? – Ну, на самом деле, если говорить про науку фундаментальную, скажем так, науку доказательную, то ничего сверхъестественного не происходит. Это обычные исследования, связанные с, например, какие мутации, какое заболевание вызывают. Есть большой блок исследований, которые вызывают большие опасения, это связанные с постковидом. То есть, на самом деле, люди, переболевшие в том числе и в легкой форме, оказывается, у них повышается шанс заболеть различными заболеваниями. Это и аутоиммунные заболевания, это могут быть и нейродегенеративные заболевания, это могут быть поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. То есть, самый разнообразный букет осложнений, скажем так. Причем, не обязательно от самой болезни, а именно от воздействия вируса на иммунную систему. Поэтому отголоски ковида, к чему это приведет в целом, как это будет влиять на человечество в ближайшие годы и, может быть, даже десятилетия, пока еще до конца не изучены. Есть определенные опасения. А вот какие прогнозы, скажем так, вас наиболее поразили? Ну, здесь, как бы, сложно меня чем-то поразить. Скажем так, оптимистичный сценарий и пессимистичный сценарий для человечества в связи с последствиями ковида? Вы знаете, здесь сложно сказать, дать психологическую окраску. Есть в целом большие опасения, подтвержденные фактами о том, что ковид еще долгое время будет оказывать огромное влияние на человечество. А из того, что мне поразило буквально на днях, это то, что по статистике, оказывается, уже переболело более 600 миллионов людей. И более 6,5 миллионов погибло от этого заболевания. То есть это, в принципе, очень и очень высокие цифры. И это как раз свидетельство о том, что это была не выдуманная пандемия, а вполне себе реальная, настоящая пандемия. Ну, из горячих новостей в последнее время, это также доклад в журнале, в очень известном международном медицинском журнале «Ланцет» по поводу происхождения вируса, что это возможно искусственное происхождение. Но опять, понимаете, так же, как и с обвинениями России, с отравлениями скрипалей. Highly likely, то есть с высокой вероятной. То есть даже докладчики говорят, что у них нет доказательств этому происхождению. Вообще, если спросить ученых, биоинформатиков, генетиков, нет никаких доказательств жестких, строгих, которые бы говорили об искусственном происхождении этого вируса. Что свидетельствует, ну, или, скажем так, подогревает эту теорию заговора, это то, что власти не хотят сотрудничать в этих расследованиях. А у нас всегда такая, если что-то скрывают, значит, рыльца в пушку, значит, дыма без огня не бывает. Раз скрывают, значит, есть что скрывать, это раз. Во-вторых, что действительно велись работы по исследованию разных штаммов коронавируса и адаптации их к различным организмам. Но это, в принципе, обычная работа лаборатории. Я сам, когда работал в Америке, тоже занимался скрещиванием, условно говоря, разных штаммов геморрагических лихорадок в лаборатории с научной точки зрения. И, честно скажу, что организация безопасности в таких лабораториях налажена на очень высоком уровне. Поэтому, да, теоретически, чисто гипотетически, такие возможности существуют. Но практических доказательств этим теориям нет. И все опять сводится к тому, что правительства что-то скрывают, возможно, искусственное происхождение, а уже пресса подхватывает такие горячие новости, разбывает. И, в принципе, вся пандемия, COVID-19, это даже не сколько медицинская проблема, это сколько социальная проблема. И даже не социальная проблема, это проблема открытости информационных потоков, информационной среды. Я говорю, что психологическое. Да, да. Я к психологическому ответвлению нашего разговора еще вернусь. А вот у меня вопрос к вам как к профессионалу. У вас на столе под микроскопом штамм вируса. По каким признакам вы можете определить, что это штамм искусственный или он природный? Если все сделано правильно, ни по каким. Потому что современные технологии позволяют очень тонко проводить манипуляции, буквально проводя сшивку генома стык в стык, буква в букву. Есть некоторые последовательности генетические, то есть кусочки текста, вот как вот программный код. Вот берут какой-нибудь вирус компьютерный и находят в нем определенный программный код. И там как бы что-то прописано такое, что говорят, о, этот вирус был сделан той группой или этой группой. То есть в принципе такие генетические тексты тоже существуют. Но в современном, скажем так, биотехнологическом мире можно обойти и эту проблему. Поэтому вот в 100% доказательств поэтому сейчас и не существует. Потому что это может быть и естественного происхождения, и искусственного происхождения. Потому что в лаборатории можно воспроизвести и искусственные, и естественные процессы, и применить инструменты так, чтобы не оставить следов. Поэтому это только сейчас можно основываться на расследованиях, как бы и документальных фактах. А вот тут вот как раз правительство либо что-то скрывают, либо просто не хотят, чтобы копались в их, скажем так, в их секретах. Там не обязательно, ведь можно накопать ответ на этот вопрос, а можно накопать ответ на многие вопросы. Поэтому вот эта вот совокупность возни вокруг этого вопроса и, скажем так, подогревает теорию заговора. Теперь по психологии. Одно из распространенных мнений, которое существовало в разгар пандемии, а это где-то был год назад, да, сейчас уже, в общем-то. А что причина распространенности вируса, причина его такой высокой летальности, причина массовой заболеваемости, она связана в том числе с психологическими причинами. То есть, состояние на панике, накрученные СМИ, страхи. Страх – это набор генов, набор гормонов, то есть, адреналина, прочих вещей, которые являются самими всеми мутагенами организма человека, которые ослабляют иммунитет. Из-за этого выводилось, что, собственно, паника, связанная с COVID-19, она убила людей не меньше, а может даже больше, чем, собственно, сам COVID. Сейчас такой паники нет, на мой взгляд. Я ее не ощущаю. У нас, конечно, появились другие предметы для паники, да, и более, возможно, яркие. Вот, и, может быть, поэтому. Поэтому, как вы отступитесь к таким вот мнениям, и можно ли говорить, что отсутствие паники как раз и положительную роль сыграет в течение вот этой волны COVID-19? Ну, вы, безусловно, правы, что стресс, особенно хронический стресс, оказывает очень пагубное влияние на здоровье населения. И здесь, вот я уже начал говорить, открытость СМИ, то, что любой сейчас может высказать свое непрофессиональное мнение, которое будет подхвачено и раскручено, лило на мельницу паники. Но все-таки большую, да, и в западных странах особенно, действительно, тяжелое психологическое самочувствие, здоровье приводило к серьезным проблемам со здоровьем у населения. Но здесь есть еще один все-таки медицинский аспект. Дело в том, что во время пандемии система здравоохранения переключилась в первую очередь на борьбу с COVID-19. По сути своей на какое-то время был остановлен, скажем так, остановлены некоторые медицинские услуги, плановые медицинские услуги, связанные с поддержанием здоровья населения. Это и сердечно-сосудистые заболевания, и различные там, и сахарный диабет, онкологические заболевания. И люди вовремя, к сожалению, не получали необходимой медицинской помощи, и значит, их самочувствие как бы ухудшалось, то есть состояние их здоровья, то есть они оставались нелеченными, либо недиагностированными. И вот эта волна пациентов, которые в период ковида недополучили помощь в связи с загрузкой больниц пациентами инфекционными, это тоже будет еще долгое время аукцией. В свое время Казанские федеральные университеты, в том числе ваши лаборатории, в первую очередь ваши лаборатории, институт фундаментальной медицины и биологии, занимались в том числе разработкой вакцин, попытки были такие, попытки тесты делать. Это все очень горячо обсуждалось, горячо принималось, было активное участие и в том числе и коммерческих структур, и государственных структур. Сейчас лаборатории института фундаментальной медицины и биологии занимаются ковидом? Действительно, я хочу напомнить, что именно Казанский федеральный университет, один из первых, развернул ПЦР-лабораторию по тестированию на ковид-19 в республике. Наши разработки легли в основу создания банка плазмы переболевших ковид-19, то есть вместе с Минздравом и ведущими медучреждениями Казани проработали. И создали банк по переливанию плазмы переболевших ковид-19, это очень помогло многим пациентам в первую фазу пандемии. Мы разработали тест-систему и уже были готовы ее лицензировать. Но, к сожалению, мы так и не получили финансовую поддержку этих исследований. То есть ожидалось, что мы примем участие в некоторых государственных программах или появятся коммерческие структуры. По ряду причин, к сожалению, этого не произошло. Поэтому сейчас мы, конечно же, значительно снизили свою научную активность в этой области. Но вот сейчас, например, мы готовим новую программу, связанную с постковидом. То есть о чем я говорил, что в результате перенесенного заболевания, к сожалению, повышается опасность различных осложнений. И здесь очень важно разработать программу, как мы считаем, которая бы позволяла вовремя диагностировать такие проблемы и подбирать оптимальные способы лечения таких пациентов в постковиде. Ну и также связано с появлением новых назальных вакцин. Например, сейчас я уверен, что многих интересует, чем лучше прививаться назальной вакциной или внутримышечной вакциной. Это хороший вопрос, который, в общем-то, я хотел вам задать. И мы также, в принципе, сейчас планируем начать такие исследования. Ну и раз уж речь пошла о назальной вакцине, как раз вот хочу сказать, что внутримышечные вакцины, они очень эффективны, все хорошо, но они формируют иммунитет, который защищает наши легкие. К сожалению, они не защищают верхние дыхательные пути. То есть вирус, ну как вирус, он же респираторный, это значит как бы через дыхательную систему мы его вдыхаем, ну или через слизистые он попадает через рот, глаза, нос. Так вот, наши слизистые не защищены от проникновения вируса при внутримышечной вакцинации. Назальные как раз вакцины, которые мы впрыскиваем в нос, это как раз вакцина, которая позволяет не только усилить работу иммунитета, то есть как при ревакцинации повысить системный иммунитет, но они также приводят к выработке так называемых антител А, IGA, которые как раз защищают наши слизистые. И, соответственно, они препятствуют, закрывают ворота для входа вируса в организм. То есть и получается, что если человек сначала вакцинирован внутримышечной вакциной, вот полный спутник В, например, два компонента, а потом ревакцинируется назальной вакциной, это самый оптимальный, самый сильный иммунитет, потому что тут есть и системный иммунитет, который защищает легкие, и есть мукозальный иммунитет, который защищает слизистые и препятствует самому проникновению вируса в организм человека. Вот как раз, конечно же, ученые Центра Гоморрея заявили, что так оно и есть, но в науке основной постулат – это проверка чужих гипотез. То есть повторение других экспериментов, чтобы подтвердить, что так оно и есть. И здесь нам было бы очень интересно перепроверить и плюс, может быть, уточнить, как такой иммунитет развивается, и действительно ли назальная вакцина может защитить и наши слизистые. Но эта вакцина, я так понимаю, в широкое еще распространение не получила, это пока экспериментально все. Нет, нет, нет. Эта вакцина уже зарегистрирована, и ее можно получить практически в любой организации. По сути своей, это тот же спутник, просто шприц, там используется не игла для введения внутримышечно, а накручивается специальная насадка, которая распыляет спутник и вводится в одну из ноздрей. То есть человек вдыхает в одну из ноздрей, второй компонент через 21 день в другую ноздрю. То есть, по сути своей, это та же вакцина, просто способ введения изменился. Но при этом, опять, врачи, то есть, например, уже более 15 тысяч человек в соседнем регионе было вакцинировано. В целом, количество побочных, скажем так, эффектов отрицательного самочувствия после назальной вакцины ниже, чем после внутримышечного введения. То есть, здесь были опасения, что, может быть, как-то местно раздражительные действия может оказывать. Нет, эти опасения не подтвердились. Все, согласно данным клинических исследований, безопасно. И даже люди легче переносят назальную вакцину, чем внутримышечную. А вы уже сами вакцинировались с назальной вакциной? Я в августе ревакцинировался обычным спутником. Поэтому, как бы, ну, просто было неизвестно, когда назальная вакцина поступит или нет. А все-таки с 1 сентября студенты пошли на работу. И поэтому я принял решение заранее защитить себя и вакцинировался внутримышечно в августе. Вот смотрите, когда начинался COVID-19, это была другая международная, другая политическая ситуация и в мире, и в нашей стране. Был доступ к лекарственным препаратам, был доступ к реактивам, был доступ к оборудованию. Может ли борьба с COVID-19 новыми штаммами, новой эпидемией, новой волной, быть осложнена тем, что и чувствуют ли уже врачи, чувствуют ли ученые, что в России, что у них есть дефицит. Вот этот открытый доступ, который был, открытый мир, сейчас он перестал быть, связанный с дефицитом лекарств, с дефицитом компонентов для реагентов, для лекарств, для исследований. Вот такая проблема есть, чувствуете вы ее? Ну, пока еще не в полном объеме, но проблемы, конечно же, есть. Потому что, например, не все оборудование теперь мы можем закупать. То есть многие производители, ведущие, отказываются продавать оборудование в Россию. То есть это, например, связано с биореакторами для производства компонентов вакцин. С другой стороны, появились аналоги китайские, например. С третьей стороны, есть реактивы, которые невозможно пока заменить. Там, конечно, сейчас логистические цепочки перестраиваются. Я не скажу, что мы совсем не можем что-то закупить, но цены и сроки выросли таких закупок. Что, безусловно, конечно же, усложняет исследования. И не только по COVID-19, а любые исследования в области биологии и медицины. Хотя я уверен, что и в других отраслях науки такое наблюдается. То есть да, если коротко, что да, есть проблемы с закупками некоторых приборов, некоторых расходных материалов, реактивов. Что-то можно найти замену. Что-то пока не удается. А какой-то конкретный пример вы можете привести, когда вы что-то хотели, вам нужно для ваших лабораторий, для ваших исследований, а вы уже не смогли это купить? Да, вот как раз у нас есть исследование по разработке генных препаратов. То есть это препараты для лечения различных наследственных заболеваний, редких наследственных заболеваний. Вот самый известный, возможно, это залгенсма, препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, который стоит больше 2 миллионов рублей за один укол. И вот вся страна собирала для детей по 150 миллионов для лечения. Ну, сейчас есть круг добра. Так вот, мы занимаемся разработкой препаратов для лечения и СМА, и других редких заболеваний. И совместно с нашим индустриальным партнером мы работаем над созданием сертифицированного производства таких препаратов. Потому что во всем мире таких производств не так много, и в нашей стране это особая острая проблема. И первоначально мы планировали основывать это производство на западной технологии. То есть специальные биореакторы. И вот буквально в начале этого года, после февральских событий, компания отказала полностью нам в поставке как самих приборов, так и комплектующих к ним. И поэтому нам сейчас приходится перестраивать нашу технологию. То есть мы теперь будем базироваться на другой технологии. Но вот это вот конкретно случай, когда нам пришлось подстраиваться под новые реалии. То есть вы вообще отказались от этих исследований? Или пока... Нет. Или нашли какие-то другие ходы? Ищем другие ходы, но просто пришлось использовать другую базу. То есть, условно говоря, не на Тойоте теперь будем ездить, а на каком-нибудь Хиндай. Или даже Ладе. То есть всегда это пришлось перестроить, заново начать процесс проектирования производства. Но, думаю, мы с этим справимся. Вот у меня такой вопрос. Когда после первой волны появилась следующая волна Дельта. Дельта-штамп. И мы в этой студии сидели с главврачом медсанчасти университетской. И у него было такое паническое настроение. Почему? Потому что говорят, что те медды, которые мы использовали при первой волне, мы к ним уже научились бороться. Мы знаем, какой препарат вводим. Это помогает. Сейчас ситуация такая, когда старая схема лечения полностью не работает. И мы не знаем, что делать. Условно говоря, омикрон. Схема лечения. Есть какие-то проблемы с подобного рода? Возможно, этот вопрос не к вам, но вы все равно близки. Да, вопрос не совсем ко мне. Все-таки я с пациентами напрямую не имею дела. Здесь, в принципе, сам по себе омикрон, как мы уже сказали, он вызывает более легкое течение заболеваний. Те наработки, которые были получены с другими штаммами омикрона, в принципе, продолжают работать. Другое дело, что действительно некоторые препараты стали менее эффективны. Особенно связанные с препаратами на основе моноклональных антител, которые связывают и блокируют вирус от проникновения в организм. Вот сейчас, например, уже перестали использовать сыворотку от переболевших больных, потому что она стала практически неэффективной из-за новых мутаций в омикроне, которые научились обходить иммунную защиту. Постоянно, конечно же, протоколы совершенствуются. Здесь мне дать однозначный ответ по омикрону пока сложно. Единственное, о чем мы с врачами часто встречаемся, и они все заявляют, что те, кто лежат в палатах интенсивной терапии, то есть с тяжелыми случаями, большинство из них – это непривитые или привившиеся очень-очень давно, или переболевшие давно, и не обновившие свой иммунитет ревакцинацией. Но при этом действительно в целом количество обращений, в том числе и привитых граждан, достаточно большое в больнице, но это обращение чаще всего с легкой формой. А вот из этих разговоров с врачами, которые непосредственно лечат пациента, было ли что-то такое, что вас заинтересовало или поразило, или то, что они высказывают наибольшее опасение, или какие-то вещи, что их поразило, что вам запомнилось? Можно что-то такое вспомнить? Ситуация сегодня, да? Ну, на самом деле, как бы, это не то чтобы из разговоров, а в целом по ситуации, что вначале, конечно, была паника, и в рекомендациях были такие препараты, которые, от которых волосы вставали дыбом, но вроде бы какое-то время все думали, что они работали, а оказывается, что они не работали. То есть здесь в самом начале дала сбой доказательная медицина, когда нужно было принимать решение быстро, фактов еще не было, и первоначальные рекомендации, скажем так, были неоптимальны, и только с опытом лечения пациентов. Со временем эти рекомендации адаптировались и стали все более и более эффективными. То есть вот здесь в целом реакция системы здравоохранения была быстрой, но как-то не всегда основываясь на доказательной базе. То есть сейчас просто спокойнее? Сейчас опыт накопили. То есть, понимаете, это как в авиации говорят, что все инструкции написаны кровью, потому что после любой катастрофы проводятся расследования, выясняются причины, и на основании этого вносятся новые рекомендации. Также, в общем-то, к сожалению, и в медицине. В экстренных ситуациях приходится принимать решения на лету, не всегда они оказываются как-то эффективными, но это бывает лучше, чем ничего. Именно поэтому важно проводить фундаментальные исследования, прикладные исследования области медицины, чтобы в следующий раз нас не застали врасплох вот с такими вот различными эпидемиями, пандемиями. Нужно все-таки улучшать систему прогнозирования подобных заболеваний, ведь ковид – это не последняя пандемия. То есть у нас, в принципе, каждые 5-10 лет случались пандемии. Да, как бы не всегда они были такими масштабными, как ковид-19, но птичий грипп, даже не птичий, а свиной грипп, например, пару раз были достаточно серьезные вспышки, и умирали более полумиллиона людей в результате подобных вспышек. То есть все равно можно худо-бедно сопоставить это с ковид-19. То есть сейчас нужно, я считаю, направить дополнительные усилия именно на прогнозирование и разработки новых методов лечения от ковид-19. Ну вот, например, та же вакцина, ну все вакцины, которые были разработаны практически против ковид-19, они базируются на новых технологиях. Раньше, чтобы разработать вакцину, нужно было 5-10 лет. Сейчас, оказывается, выяснилось, что существуют новые технологии, которые позволяют буквально за несколько месяцев разработать с нуля, провести доклинические и клинические исследования лекарственного препарата и внедрить его в практику. То есть до этого медицина не была способна на такие быстрые реакции. И сейчас вот как раз наука дала медицине новые инструменты, которые сейчас и в будущем позволят более оперативно реагировать на такие вот глобальные вызовы. Я хочу вернуться к названию нашей сегодняшней записи программы. Ковид-19 в Торстане – последний аккорд. Это последний аккорд. Ну, знаете, как в музыкальных произведениях ложные концовки. Вот такое ощущение, что вот эта мелодия, конечно, будет играть еще долго, а может быть и вечно. Дело в том, что, в принципе, коронавирусы с нами уже там столетия, тысячелетия. У нас есть четыре других коронавируса, которые вызывают постоянно различные респираторные заболевания или желудочно-кишечные заболевания. Ну, сейчас вот COVID-19 будет пятым. И это только среди коронавирусов. А других вирусов, которые вызывают респираторные заболевания, вообще десятки. То есть, учитывая заразность, учитывая его изменчивость, то есть, что он быстро мутирует и подстраивается под иммунную систему, я думаю, что, к сожалению, он останется с нами навсегда. Но модернизация вакцин, внедрение мультивалентных вакцин, которые способны защищать от нескольких штаммов коронавируса, я думаю, позволит держать этот вирус более или менее под контролем. Ну, в данном случае последний аккорд я еще представляю, с какой позиции. Вот смотрите, сейчас есть ковидные госпиталя. То есть, вы описали сценарий, когда ковид превращается в грипп или ОРЗ. Для ОРЗ до 2019 года, ну и сейчас, нет отдельных инфекционных больниц, нет отдельных корпусов, красных зон со всеми вот такими штуками. Может так случиться, что, в общем-то, ковидные госпитали не понадобятся, это будет, ну вот, грипп, да, для гриппа, ну, не ел, для специальных больниц. Ну, нет, не скажу. Это, если вспомнить про Испанку, например, там все было. На самом деле сейчас отдельных госпиталей, как таковых, тоже нет. Инфекционные больницы и обычные поликлиники справляются. Но их загрузка, конечно, сейчас максимально. Такими больными различными ОРЗ. Преимущественно, конечно же, ковидом. Что будет в будущем, предсказать сложно, пока система справляется. Потому что те мощности, которые были дополнительно развернуты, пока не требуются. Пока система здравоохранения вернулась на исходные границы. До 2019 года? Ну, более или менее. Хотя при этом нагрузка очень значительная. Почти все палаты заняты. И реанимационные койки тоже как бы заняты. То есть загрузка достаточно высокая. Что будет в будущем, не знаю. И тут есть опять три фактора. Первый – это личный фактор. То есть нужно соблюдать меры личной гигиены. Но это, в принципе, всегда было актуально. Но ковид-19, в общем-то, вот, например, я отучился от привычки слюнявить пальцы для того, чтобы там перевернуть листочки. Или в магазине открыть пакетик. Как бы бесит, жидая, как бы не открывается. То есть намертво отбило у меня вот эту вредную привычку слюнявить пальцы. Потому что слизистые – это первый путь для проникновения вируса в организм. И не только коронавирус, а любая зараза. Поэтому персональная ответственность – это личная гигиена и следование рекомендациям по вакцинации. Со стороны медицины, конечно же, будут разрабатываться новые вакцины, новые способы лечения, профилактики. Ну и со стороны государства, возможно, будут какие-то уже такие системные подходы, связанные с… Ну, я уж не знаю, тут нужно подумать. До этого это были различные ограничительные меры, там, локдауны, машинные режимы, там, самоизоляции. Возможно, будут какие-то меры дополнительно приняты и в будущем. Например, в тех же аэропортах будут налажены системы экспресс-контроля, чтобы прямо на лету, скажем так, проводить тестирование прибывающих, убывающих пациентов, пассажиров, даже не пациентов, для того, чтобы вовремя их выявлять и изолировать от общества. Технологии, в принципе, сейчас такие развиваются. Я думаю, что это уже не фантастика, что вот как мы будем проходить через рамку металлодетектора, также могут быть и такие вот рамки для того, чтобы вовремя выявлять таких больных. Ну, то есть, ну, сейчас я бы, как бы, на бога надейся, сам не плашай, то есть, я бы взял свое здоровье в свои руки. Как вам эксперимент в Китае с отсутствием полной, как они называют это, нулевой толерантностью к ковиду? Когда из-за таких локальных вспышек могут закрыть весь, там, Шанхай, 25-миллионный город, там, или другие города, 20-миллионники, с точки зрения ученого, в качестве эксперимента, это им помогает или наоборот? Вот с экономикой понятно, там это проблема, да, а вот с точки зрения медицины, с точки зрения здоровья населения, вот такой опыт, он вообще положительный или отрицательный? Что сейчас говорят врачи? Вы знаете, это очень сложный вопрос, с точки зрения медицины, конечно же, это эффективно, потому что, ну, любые инфекции, это карантинные меры, по сути своей, это карантин, просто строгий карантин. Другое дело, что в современном западном мире, ну, и в нашем мире, он малореализуем, потому что каждый человек, это же личность, как бы, как же так, и я, свои личные свободы пожертвовать ради общества, там, да ни за что, я пойду и начихаю в прямом и переносном смысле на всех остальных. Китай, там все-таки такая философия, что директивно можно достичь выполнения с высокой эффективностью вот таких вот мероприятий. У нас или в Европе, или в Америке это практически невозможно сделать. Поэтому с точки зрения науки, да, это очень эффективно. С точки зрения реальной экономики и социологии, это как-то иллюзорно. Более того, то есть примеры стран, в которые решили вообще не вводить локдауны. Там смертность у них повысилась в результате. Но философия, что Бог дал, Бог взял, то есть, ну, как бы, зачем вмешиваться? Как бы, ну, унесла болезнь какое-то количество пожилых людей. То есть, ну, это, естественно, процесс. Понятно, что, как я уже сказал, это противоречит нашим, например, моральным каким-то нормам. Для кого-то это норма, для кого-то нет. Вот у Китая одна норма, у Европы другая норма, у нас третья норма. Очень сложный вопрос, многогранный. И, в общем-то, вот почему сейчас и масочный режим, я считаю, отменен? Ну, потому что у нас крайне низкая дисциплина его соблюдения. Поэтому смысл его вводить, если его никто сейчас соблюдать и не будет. А при этом экономика будет страдать. Ну, то есть, это сложные вопросы, которые требуют, в первую очередь, большой политической воли. Но Китай это помогает или нет? Или ковид там так же процветает? Ну, всех нюансов мы тоже не знаем, что там происходит. Китай, как бы, достаточно закрытая страна. Но в целом, то есть, Китай как был экономикой номер один в мире, так и остался. Более того, она продолжает активно развиваться. Значит, они что-то делают правильно. Я к другому введу, с другого аспекта. Вот, когда в мире было несколько стратегий поближе с ковидом. Где-то пытались вообще, то есть, да, ковид пройдет, бог дал, бог взял. То есть, все предопределено, и жертвы эти, в общем-то, не напрасны, да, не случайны. Где-то были попытки бороться через вакцинацию, локдауны, которые достаточно сложно были встречи с населением. И давление населения, по большому счету, государство заставило отступить. По большому счету, вот отсутствие масочного режима, вы правильно сказали, что народ все равно не будет его включать. Это будет просто лишняя конфликтная ситуация. Китай, третий путь, когда они жесткие, карантинные меры. Не обращая внимания ни на человеческие потребности, ни на свободу личности, которую, в общем-то, Китай, понятие относительное, ни на экономику. Они готовы пожертвовать частью экономики, она все равно растет, она все равно большая. Какая из этих стратегий-то, вот сейчас ученые, философы, которые рассматривают ковид вообще как явление, даже не медицинское, а я не знаю, как даже обозначить это слово, но наверняка оно есть, да, но какой-то более широкой позиции. Они что говорят? Какая стратегия оказалась выгоднее, на самом деле? Или еще рано это говорить? Ну, невозможно сказать, потому что есть свои плюсы, свои минусы. Вам какая больше импонирует? Как к ученому? Я думаю, что вот западная стратегия оказалась более... Ну, и которые российская стратегия, западная стратегия оказалась более-менее эффективной. То есть это... Ну, правда, если бы она еще была более жесткой, то есть действительно первоначальные ограничительные меры позволили выиграть время для того, чтобы система здравоохранения адаптировалась. То есть люди все равно болели, но они заболевали более равномерно, скажем так. И не было пика нагрузки на систему здравоохранения. Потому что если бы был пик, то как электросеть, у нас бы система просто легла, как бы рухнула. А что мы и наблюдали, к сожалению, в некоторых странах. Вот, например, в Нью-Йорке, там был просто коллапс системы здравоохранения, когда там катафалки складировали на улицах. То есть просто из-за того, что система здравоохранения США замечательная, можно сказать, ну, как бы считается одной из лучших в мире. Но она рассчитана на мирное время, когда небольшое количество относительно пациентов. Когда вот такая пиковая нагрузка, она с ней справляется плохо. В России система здравоохранения все-таки там советского образца, которая и разрабатывалась на то, чтобы решать глобальные проблемы здравоохранения. Да, может быть, индивидуальный человек чуть хуже получает, скажем так, уровень медицинской помощи. Но при этом система может помочь огромному количеству людей. При этом бесплатно. Все-таки у нас бесплатная медицина, а там платная медицина. Поэтому если сравнивать, что ты получаешь за свои деньги, то, конечно же, сравнение напрямую сложно провести. Ну, я думаю, что наиболее эффективная система, да, энергичные меры по снижению распространения вируса, вот различные локдауны, масочный режим. Поэтому интенсифицировать фармпроизводство, чтобы быстро налаживать производство вакцин для профилактики. Ну и в дальнейшем это там уже по, скажем так, исходя из ситуации. Все-таки COVID-19 действительно показал, что можно реагировать быстро. Вот, как я уже сказал, вакцины разработали быстро. А в следующие разы вакцины будут разработаны еще быстрее, потому что уже созданы заводы, где одну вакцину поменять на другую очень легко и просто. Ну, во-первых, я, на мой взгляд, еще дополнительно хотел бы добавить, что в России получили опыт развертывания больничных коек в гигантских количествах, которые, в общем-то, в связи с новыми вызовами, возможно, нам понадобятся. Не хотелось бы, конечно. Да, потому что все привыкли, что как-то вспышки были относительно небольшими. И, как я уже сказал, это не последняя пандемия. К сожалению, вирусы постоянно как-то эволюционируют, контактируют с людьми, и постоянно происходит появление новых штаммов, новых вирусов. И тут еще есть один нюанс, не хочу пугать, но вот я лично считаю, что проблема биотерроризма, она в ближайшее время тоже может стать актуальной. Потому что, как я уже сказал, современные биотехнологии, помните, вы спросили меня, можно ли определить это искусственное или естественное происхождение. По сути своей, эти же технологии могут разрабатывать направленно боевые вирусы, вернее, массовое поражение. Как оружие оно неприменимо, потому что это, скажем так, двояко-острый меч. Им невозможно поразить врага и при этом защитить свое население. Так, чтобы это не вызвало ответного ядерного удара, потому что это настолько будет очевидно. Но террористы-то этим не связаны. То есть для них не стоит задача сохранения жизни какой-то группы лиц. Они, к сожалению, используют неизбирательные методы террора. И вот именно с точки зрения биологического оружия такой подход, ну, скажем так, не очень эффективен, но с точки зрения терроризма может быть эффективен. А это значит, что нам нужно ожидать подвоха не только от природы, но, возможно, и от, скажем так, со стороны террористов. Вот вы предусхитили мой вопрос, но все равно я его задам. Если вы посчитаете, что вы уже на него ответили, то хорошо. Вот скажите, ваша интуиция что подсказывает? Будущее наше. Вы сказали, пандемия не последняя. Какого вируса вы ждете? Вот интуитивно, что может быть? Это невозможно предсказать, какой вирус мы ждем. Это может очередной быть и коронавирус, это может быть очередной грипп, вполне возможно, либо это какой-то другой вирус. То есть хочу напомнить, что до сих пор свирепствует эпидемия, пандемия ВИЧ, вируса иммунодефицита человека, СПИДа. Даже тот же туберкулез все еще является серьезной проблемой в рамках мира. Из вызовов еще одного может быть так называемая антибиотикорезистентные штаммы микроорганизмов. То есть антибиотики в свое время оказали огромнейшее влияние на медицину, по сути своей перевернули все как бы с ног на голову, спасли огромное количество жизней. Но активное и зачастую бесконтрольное применение антибиотиков привело к тому, что бактерии научились им противостоять. Это вечная борьба щита и меча. То есть бактерии научились защищаться. И более того, некоторые бактерии научились так защищаться, что их ни один существующий антибиотик убить не может. И, к сожалению, люди начинают умирать время от времени и от таких заболеваний, то есть вызванных антибиотикорезистентными бактериями. И есть опасения, что если будет вспышка таких инфекций, то медицина может также оказаться малоэффективной. То есть поэтому все-таки нужно антибиотики принимать только по назначению врача. Самолечением заниматься не нужно, потому что любое самолечение и бесконтрольное применение антибиотиков может привести к тому, что человек останется беззащитен перед такими вот супербактериями. То есть риски от традиционных болезней, которые мутировали, там, туберкулез, холера... Риски есть все, как бы. Но просто я говорю, что вот есть еще и потенциальные новые риски. То есть помимо того, что мы можем получить традиционные пандемии, мы можем получить еще и новые пандемии, связанные либо с антибиотикорезистентностью, либо новыми штаммами какими-то вирусов и бактерий, либо биотерроризмом. Ну что ж, Альберт Анатольевич, спасибо большое за разговор. Я еще раз представлю нашим зрителям нашего гостя. Резванов Альберт Анатольевич, доктор биологических наук, профессор каферы генетики, директор научно-клинического центра Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Я ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова